За свою долгую жизнь она научила читать, писать и считать не одну сотню детей. Елена Корниенко пришла работать в школу в 1944 году. Тогда ей было всего 19. В 1958-м переехала в Сочи и почти полвека проработала учителем начальных классов в школе номер 9. И даже сегодня, спустя 15 лет после ухода на пенсию, ее здесь помнят и тепло встречают. Я когда пришла, я еще тогда только была молодым учителем, мы всегда бегали. Спрашивали, учили, подучивали. Поэтому мы сейчас вот такие закаленные все. Вот и все. Вы не положи. Не так, что молодежь пришла. Ой, тяжело. Пошли. Учитель с 60-летним стажем признается, даже сейчас, входя в класс, испытывает волнение. А уж в этот кабинет Елена Павловна заходит с особым трепетом. Здесь она учила малышей ни много ни мало, 44 года. Сегодня в этом классе учится ее правнучка. Мне пришлось работать тоже в этом классе. Много лет тому назад у нас, конечно, было по-другому. У вас очень все хорошо, прекрасно. Вы прекрасно сидите, внимательные все. Ну что еще сказать? Прекрасные все ребятки. Только мне бы хотелось вам пожелать успехов вам, дети. Учитесь. Прогуливаясь по школе, Елена Павловна вспоминает, что в свое время пошла в педагоги из-за маленького роста и веса. Тогда в тяжелые военные годы больше ценился труд физический. Еще учащись в школе, она окончила курсы комбайнеров, но работать не взяли, ведь весила всего 42 килограмма. Если бы была такая возможность вернуться в школу вообще? Обязательно. Даже с сегодняшнего дня я почему шла и в школу дрожала. Думаю, может мне урок придется проводить. Конечно, нервный у нас был. Безусловно. Елена Павловна уже 15 лет не работает в школе, но остается учителем с большой буквы. Выйдя на пенсию, она не смогла усидеть дома и стала принимать активное участие в общественной жизни своего района. С ее легкой руки Тос Мацеста обрел настоящую библиотеку. Каждую книжечку с такой любовью. И к нам пошли читатели. И она в каждую книгу, наверное, когда раскладывает и вообще смотрит, она вкладывает в свою душу, она помнит, какая книга, о чем, что она каждому может рассказать, а вот посоветовать, какую книгу лучше взять. Ну, а нас она настраивает и те, кто сейчас помогает, чтобы берегли книги, чтобы ценили их. Елена Павловна признается, бодрость тела и духа помогают поддерживать ежедневные прогулки на море. Да и подруге не дают скучать. На днях они вместе поедут отдыхать и лечиться в санатории. Вот и празднование своего 90-летия Елена Павловна начала с танцев. Желающих поздравить Елену Павловну с трудом вместил актовый зал ТОСА. А как признали собравшиеся, здесь лишь малая часть людей, которым она успела сделать добро в своей жизни. Свои поздравления юбилярше передал и глава города Анатолий Пахомов. От имени Анатолий Николаевич огромное вам спасибо и низкий поклон за хорошую трудовую деятельность. Елена Павловна, разрешите еще раз вам сказать все самые добрые, хорошие слова здоровья и долгих лет жизни. Ну, а самой большой неожиданностью для Елены Павловны стало поздравление от высшего руководства нашей страны. Она с трудом верила, что держит в руках поздравительную открытку от Владимира Путина. Именно с его работой она связывает изменения, которые произошли в Сочи. Сейчас построено столько много, что я могу вам сказать, я не могу вообразить, не могу понять, как можно было сделать столько с этой Олимпиадой за короткий срок. И потом чувствую, что наша страна так движется вперед. Несмотря на почтенный возраст, Елена Павловна даже не думает уходить на заслуженный отдых. Отпраздновав 90-летие, она уже строит планы на 100-летний юбилей. И не исключает, что 1 сентября может снова зайти в класс к своим ученикам. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ